Патриарх Кирилл в Донбассе во второй раз главу Русской Православной Церкви в Шахтерском крае встречает пышно национальные костюмы, карава и симфонический оркестр. После приветственных слов благословения Донецкой земле. С особым чувством посещаю Донецкую землю, потому что это земля православная, земля, на которой живет и трудится благочестивый и трудолюбивый народ. Вот здесь монастыри, храмы, причем монастыри, которые поднялись из руин, что свидетельствует о силе веры людей. Посещая Донецкую землю, замечает глава Русской Православной Церкви, он реализует желание своего предшественника Алексея Второго. Патриарх Кирилл подчеркивает, его визит призван принести гармонию в жизнь прихожан. Сегодня в этой гармонии бытия нуждается Украина, как и многие другие страны. Вот смысл моего визита и заключается в том, чтобы через молитву и пастырское слово содействовать миру, установлению гармоничных отношений между людьми, обострению религиозного чувства. Из аэропорта сразу на службу у Свято-Преображенского собора главу Русской Православной Церкви встречают более тысячи прихожан. Православные верят молитву с патриархом, приносят особую благодать. Во-первых, редкий случай, когда приезжает патриарх. Мы очень рады, что он посещал наш Донбасс. И благословение получить от него хотелось бы, и на деток, чтобы благодать зашла, и вообще, чтобы православие укреплялось у нас. У него настолько глубокая молитва, настолько глубокий голос, что просто потрясает и душу, и всех нас. Патриарх Кирилл преподносит Свято-Преображенскому собору преподобный образ нерукотворного спаса с памятной надписью. А каждому прихожанину икону с изображением святого равноапостольного князя Владимира. Завтра патриарх проведет божественную литургию в Свято-Успенской Святогорской лавре, а послезавтра посетит Свято-Васильевский монастырь в селе Никольском. Оксана Виттер, Роман Суханенко, Панорама.